Всем привет! С вами Катя и вы на канале Шоппер ТВ. Сегодня я расскажу вам историю одного из самых популярных брендов одежды Zara. Ну и в конце видео я поделюсь своим мнением об этом магазине. Zara – это испанский бренд одежды, который появился в 1975 году. Этот магазин входит в группу компаний Indotex, которые также принадлежат магазины Bershka, Ulland Beer, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysha, Uterk и Zara Home. В магазине продается одежда для мужчин, женщин и детей, а также аксессуары и небольшое количество обуви. Знакомьтесь, владелец этой огромной корпорации Amancio Ortega – основатель, магнат и очень скрытный человек. Он не любит давать интервью и фотографироваться для газет. Сегодня он занимает почетное место в списке Forbes, а также является самым богатым человеком в Испании. Но его история началась с трудного детства в бедной семье служанки и железнодорожника. Вот так вот сам Amancio описывает случай, который перевернул всю его жизнь. Я помню, как однажды днем после школы я пошел с матерью за едой. Я был совсем маленький, и она встречала меня у школы. Поэтому очень часто я вместе с ней ходил за покупками. Магазин, в который мы пришли, был одним из тех больших продовольственных магазинов с таким высоким прилавком, настолько высоким, что на самом деле я не видел, кто разговаривал с матерью. Но слышал мужской голос, который произнес то, что я пронес в себе сквозь время и никогда не забываю. «Джозефа, мне очень жаль, но я больше не могу продавать тебе товары в долг». Я был в шоке. Мне было всего 12. После этого Артега бросает школу и устраивается ассистентом по продажам в магазин-ателье в городе Ла Корунья. Спустя пять лет Амальсио уходит работать в галантерею Ла Маджо, где спустя время его повышают до менеджера. Там же он и познакомился с 16-летней Розалией, которая спустя два года стала его женой. Через некоторое время Артега увольняется с работы и вместе с братом, сестрой и женой открывают собственную компанию Гоа, где они шили модные в то время стеганные халаты. Дела активно шли в гору и в 1975 году открывается первый магазин «Зара». Но этого названия могло бы и не быть, так как изначально планировалось назвать сеть «Зорба» в честь одноименного героя в фильме «Грек Зорба». Но права на использование имени так и не удалось получить. Амальсио Ортега раньше китайцев смекнул, что копии известных брендов станут популярны среди населения. Дизайнеры «Зары» брали одежду модных домов, заимствовали их крой и продавали по более низкой цене. Нет, это была не подделка. Это была копия из менее качественного материала и за бюджетные деньги. Это стало бомбой среди магазинов одежды и компания начала стремительно развиваться. И в 1988 году открывается первый магазин «Зара» за рубежом. И так началась всемирная экспансия «Зары». За три года до этого Амальсио разошелся со своей первой женой Розалией и женился на своей помощнице Флорес. Осознав, что «Зара» не может удовлетворить все категории покупателей, в 1991 году появляется «Пулэнг Бир», рассчитанный на молодежную аудиторию. А спустя 7 лет появляется «Бершка». Так в чем же основной успех бизнес-модели «Зары»? В том, что дизайн одежды и производства находятся в одном месте, что значительно ускоряет процесс. В среднем коллекции в магазине меняются каждые две недели. «Зара» заточена под модель «Fast Fashion», что обозначает быстрая мода. Это когда в среднем один раз в сезон модель устаревает, и вы идете покупать новую. Еще одной особенностью «Зары» является то, что дизайн одежды из коллекции в коллекцию не повторяется. По статистике, это вынуждает покупателей посещать магазины «Индетекс» в среднем 17 раз в год вместо 4 раз в других магазинах одежды. Несколько лет назад Амансио Ортега покинул пост генерального директора «Индетекс» и оставил бразды правления молодому поколению. Он также ведет достаточно замкнутый образ жизни и не любит общаться с журналистами. Как говорят сотрудники компании «Индетекс», богатство совсем не изменило его характер. Что касается моего личного мнения о магазине «Зара». Да, у них действительно интересные модели в плане дизайна, но вот качество порой вызывает вопросы. Чтобы не быть голословной, я покажу вам джинсы и сумку из магазина «Зара». К сожалению, черные джинсы потеряли цвет после двух стирок. Создается впечатление, что они изрядно заношены, хотя их можно назвать почти новыми. Сумка спустя три месяца носки начала трескаться. Хотя, например, я покупала летнее пальто в магазине «Зара», и оно оказалось довольно удачной покупкой. Будет интересно узнать ваше мнение о покупках в «Зара». Пишите в комментариях, что вы покупали и как вещь показала себя в течение носки. А на сегодня все. С вами была Катя и канал Шопер ТВ. До встречи в следующих обзорах. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!